Редактор субтитров А.Семкин 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 Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Можете поздравить меня, а я поздравлю вас. Тоже будет красиво. Поздравляем. Добрый вечер всем. Какая камера у нас. Вот она камера. Дорогие друзья, я от нашего коллектива, надеюсь, вы узнали какого. Хочу пожелать вам всего самого замечательного в уходящем году. А в наступающем будьте счастливы при малейшей возможности. Вот странная история. Как же их могут узнать без масок, когда они говорили коми-группа Маски? Ну, на всякий случай, есть субтитры, да? Да. Вообще в клубе такая традиция, мы не представляем людей, мы, во-первых, они до такой степени знамениты, что даже как-то неудобно их представлять. А во-вторых, мы надеемся, что по закону о всеобщем и обязательном полном образовании прочесть и составить буквы, в общем, рядовой зритель может. Михаил Волошин. Хорошо. Для тех, кто не умеет все же читать. Видите, звеню, звеню, пустая голова. Ну, и опять-таки, по традиции, такая небольшая зарисовочка, которая должна стать камертоном нашего общения, потому что это такой блиц-экскурс в глубины телевидения и его генезис, в котором запечатлены даже такие телеприемники, ну, мало похожие на телевизор, тем не менее, вот так это все и было. Прошу. Пролетают года, ну, воды, как всегда, всюду за мной. И как прежде, маня, ты ласкаешь меня, город родной, и везде и всегда слышу голос твой, ты волною звенишь, ты шумишь твой, и не напрасно ты зовешь, ты действительно хорош, ты действительно хорош. Ах, Одесса моя, несоглядная, без тебя бы не смог, вероятно, я ни душою молодеть, ни шутить, ни песни петь, ни шутить, ни песни петь. В черноморские дали ты в ночи навевай светлые сны, песни ты разбивай, город первой моей светлой весны. И везде и всегда слышу голос твой, ты волною звенишь, ты шумишь твой, и не напрасно ты зовешь, ты действительно хорош, ты действительно хорош. Вот мне жалко, что зритель, сосредоточившись на том, что было на экране, не имел возможности посмотреть, что было, и послушать за кадром, потому что это все напомнило присутствующим о не самых плохих моментах в своей жизни. Когда мы были молодыми. И чушь прекрасную несли, но прекрасную все-таки чушь. Знаешь, с увеличением количества лет чушь становится все лучше и лучше. Как это странно, да? Анкета нашего клуба. Ко всем в любом порядке отвечаем. Когда впервые услышали слово телевизор, увидели телевизор, впервые появился где-то уже в семье, впервые купили, может быть, в рассрочку, скорее всего даже. Желательно, что это было за телевизор, сколько это стоило, и когда впервые сами попали на экран. Не могу точно сказать, но телевизор у нас был рекорд. Это я помню. Такой деревянный корпус. Это 60-е годы. 60-е годы, потому что я 59-го года, значит, а когда он у нас появился, ну, допустим, в 62-м, 63-м году, я не могу сказать. То есть ты появился, а он уже был? Нет, я думаю, что он появился чуть-чуть позже. В рассрочку или нет, не знаю. Нет, у меня уже был. Когда он появился. Ну да, а для тебя все-таки было новинка. А сам, когда сюда появился? Сам, когда я в телевизор влез. Ты купил впервые сам за свои трудовые? Сам купил, но мы поехали в Японию. Да, в Японию там, или в Германию, или куда-то. А все дешевле было? Ну, и настоящая аппаратура, импортная. Ну, как в Кишинев ездили за книжками, так в Японию за телевизорами. Это далеко от Десына? Ну, в принципе, на самолете не очень. Ты же такая азаханустья, а пасфора налево. Так, видишь. А я, у меня бабушка жила в Малой долине, это гроз Клянь-Лебенталь. Настоящий немецкий старый дом, вот такие длинные еще эти дома, с огромными подвалами, арочными. Видимо, он делает там какие-то жиры. Погреба были, наверное. Да, огромный погреб. Это до эволюции еще строили все, да? Ну, ничего не осталось. Такий погреб, я вам скажу, наверное, вот как вся эта студия. А телевизор какой был? У нас не было телевизора, а у соседей были, видимо, более зажиточные какие-то. Там туле офицер жил. И у них был как раз, вот сейчас показывали, похожий на большой радиоприемник, деревянный, с маленьким экраном, с водяной линзой. И реально, я помню, приходили его смотреть, и первое воспоминание, это был парад на Красной площади. И что, уже была Красная площадь? Да, была уже. Да, но по телевизору она была черно-белая. Но площадь была красная. А дома первый телевизор, это была весна. И первое воспоминание, чего я по нему видел, это фильм «Морозка». Ясной «Морозка». Я еще был маленький, страшно боялся этого фильма. Ну, ты знаешь, уже 70-е годы где-то. Да, ну... Когда разбойники идут с дубинами, да? Не, не это, а вот когда он в «Медведя» превращается, это был фильм ужасов. Ну, сел Грибочков и превратился в «Медведя». А еще позже, помню, уже у бабушки был телевизор в «Малой долине», и все знали, что в 2 часа ночи, в полвторого, покажут «Вей». И вся семья сидела там на кроватях, на диванах, ждала. Фильм ужасов. Да, а я маленький уже. А на ночь смотрит. И я там как-то так из-за подушки делал вид, что сплю и подглядываю. Кавказская пленница в гробу летает. А еще и летала. Ну, да. Мало того, что она лежала, ну, лежишь-лежи. Она летала в гроб. Она еще летала. Детям, наверное, вредно было на ночь смотреть такие вещи. Ну, я не... Вот как раз страшно. Это страшно не было. Морозко страшно. Небеднее, чем то, что сейчас показано. Правильный вопрос задал. Понимаешь? Вот в кого они превратились. Да. Можно ответить? Значит, начнем с того, что у нас появился телевизор в коммунальной квартире сначала. Значит, мы жили на площади Кирова-3, там была такая калидорная система, был длинный коридор. Вот так вот комната, напротив каждой комнаты был шкафчик, на нем встал керосин или премис. У нас-то была семья Кузнецова, Алексей Иванович и тетя Тамара. Они очень нежно к кому-нибудь относились, потому что я там был первый пацан вообще. И они купили телевизор, и вот я ходил туда к ним его смотреть. Ну, они вообще так привечали, ходили люди. Потому что замечательно. Я помню эту штуку. Знаете, все очень хорошо одевались, когда шли смотреть телевизор. Потому что у людей было ощущение, что их оттуда тоже видно. Да, да, да. Да. И вот все обязательно так деликатно и тихо, чтобы не мешать, говоря ему с экрана. Ну, это праздник был. Я, да. И я помню мою любимую, замечательную, самую лучшую Нелю Степановну Харченко. Она меня завораживала. Я когда ее видел на экране, вот я прилипал. Ну, так она мне нравилась. И нравится по сей день, это как первая любовь. Вот недавно она была в Одессе, и был ее вечер на Мур-вокзале. Я был счастлив в нем участвовать. Я поразился ее уму, красоте, такту, остроумию, трудоспособности. Просто браво. Вот, 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 вот. А, значит, где-то у нас появился телевизор где-то в 60-м. Это был вот такой вот, какой-то переходный он был. Он был чуть больше КВН и меньше рекорда. Потом был рекорд. Да, воронежский. Когда КВН, по веселых, хочется еще не было. Или, ну, в 62-м году же они появились. И все, я прилипал. Возьмите в руки, карандаш, мы начинаем. А телевизор КВН, ну, это совпадение. Да, 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 но там какая-то другая аббранатура. А действительно, я расшифровываю, так, купил, включил, не работает. Не работает, да. То есть, барахло же было. А вот, значит, я свой, я себе купил, это был телевизор, опять же, черно-белый. Опять же, рекорд. Но это было в городе Куйбышеве, где я служил с 80-м по 88-й в Академическом театре драмы. И я на свои деньги купил этот самый телевизор в расстрочку. Был им очень доволен. Ну, как в том анекдоте, знаете, встречаются два еврея, когда уже у всех цветные телевизоры давно. Говорят, что ты не можешь себе купить цветной телевизор, у тебя же есть деньги, у всех есть. Ну, ты знаешь, Фима, я, честно говоря, люблю натуральное. Ну, надо сказать, что первые эти электронцы, электронцы, он писал свои, вы называли электронцы. Это цветной? А потом фоконц, да. Да. Вот, конечно, с цветом были проблемы. Подожди, с цветом проблем не было, когда была, ну, КВН и линза с водичкой, а потом еще пленка, которую на толчке покупали. Ее, значит, так приклеивали, и на ней было сверху синий, серийный, розовый, а внизу зеленый. Это трава. Да, да, да. Но оно не всегда совпадало. А в чем ты говоришь? Тогда лица были голубые. Не, а могли быть и розовые. Ну, а теперь, когда впервые, так сказать, засветились сами на экране. Я боюсь, что у меня это произошло в этой студии, когда мы уже были в филармонии, когда нас еще никто не знал, когда мы не выезжали за пределы области, назывался он ансамбль пантомимы маски. Я помню, что мы сюда приходили еще в черных трико, комбинезонах, еще были стройники, и что-то тут такое пытались изображать. Было страшно, волновались. Когда стали снимать первые клипы, Делиев начал с Володарским снимать первые клипы, Одесса-мама, маски, задания выполнены. Это 80-е, да? Это уже 80-е, да. Звоночек телефонный. Ну, давайте послушаем тех, кто, собственно, нас вдохновляет, ради кого и трудимся, по большому счету. Послушаем вас. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Здравствуйте, господин. Ученик вечный, который школьник, которого я с удовольствием, потому что другого отношения Олега у меня не было. Я надеюсь, ты узнаешь, что я позвонил? Патрик. Нет, не узнаю. Стал ученик по клубу медицинских работников у Валентина Семеновна Бараковича. Я не слышал. Знаете, здесь немножко со звуком. Будьте добры, представьтесь четко. Солист оперы Александр Патрик. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, наконец-то. Черт возьми, ты говоришь, наконец-то ты меня узнал. Конечно. У меня не было такой возможности поздравить тебя с 60-летним. Я прошу прощения. Спасибо. Скоро совпадает цифра этой, так сказать, компании телевизионной с твоим юбилеем. Я тебя поздравляю. Спасибо. Ну, естественно, и тебе здоровье, и долголетие, и компании, естественно, долголетие, и ребятам. С Пасталенко мы там как-то на привозе родочек, которые пересеклись, не будучи знакомыми. Ну, так пообщались чуть-чуть. Второго товарища я лично не знаю. Но, тем не менее, все равно я, естественно... А он и не товарищ. Ну, мы не пересекались. Но я знаю всех, как говорится, всех масок и одна... В общем, короче говоря, ребята, по-одесски. Чтобы вы мне и чтобы я вам. Саша, только ты забыл, что где-то в 60-е годы мы тоже общались на углу Чикалова и Карла Маркса. Собирались... Ё-моё, Ким, я же даже не думал, что ты это помнишь. Конечно, оказывается. Там что, винарка была? Мировая компания. Просто компания была. Компания, девочка, маленькая хозяйка, как говорится, этой квартиры. Её звали Алла. Да, 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 да. Вот, так что, видите, как все тут друг друга знают. Это родина, сынок. Да, была мировая компания. Ещё раз, чтобы вы мне и чтобы я вам. Спасибо, Серженька. Спасибо. Едем дальше. Спасибо. А остальные зрители пусть берут пример Саши Патрика. Все мне что вспомнить, все так или иначе пересекались. Вообще-то, говоря, в Одессе не так уж много людей, с которыми мы пересекались в 60-е, 50-е, 40-е и 70-е, потому что сдвиг-то очевиден был. Но, тем не менее, есть ещё какие-то. Ну, слава богу. Тем не менее, есть. Теперь давайте попросим Юлю Брославскую, кстати, режиссёра вот того чудесного клипа, который нам всем так понравился, выступительного, и режиссёра-постановщика всего этого цикла, с первой передачи она была, дай бог, не последняя, показать небольшой фрагментик, связанный с одним из присутствующих. Смотри, ну вот, в прошлой жизни я имел утрёх, ну, считались мужьями, так, не дотрагивался. Боже, казалось бы, ну шо ещё? Не улыбайся, изо всех сил, чтобы он сразу понял, что с юмором у меня всё хорошо. Правда-правда. Невозможно укрыться от самого себя. Руку из сердца. Руку из сердца. Руку из... Ну, давайте попробуем прокомментировать увиденное, потому что это набор фрагментов, да? Да. А на самом деле это, ну, юбилейный вечер был? Нет. Это премьера спектакля, моноспектакля «Божьи дела» по пьесе Семёна Злотникова в исполнении Олега Школьникова. Театр «Дома вахтёрах». Да, там четыре монолога, два мужских, два женских. Мы это играем уже три года, так что это никакой не юбилей. Другой вопрос, что к этому самому действительно юбилею, мы сделали, опять же, Семёна Исааковича спектакль по его пьесе «Инцест». Спектакль называется «Страсть». Вот, мы, вот, вот, премьера состоялась 11 ноября. Вот так приходите, пожалуйста. Буду счастлив видеть. Да, поскольку мы включили в программу этого клуба, когда его учреждали, ещё и вопрос, о чём показывала одесская телевидение на протяжении этих шести десятков лет... Ой, 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 эти замечательные сатирические программы, в которых участвовали, ну, все одесские артисты, и Семён Крупника, и Иван Колесниченко, я помню. И... Астахов. И Астахов, и Водяной. И... Валера Хаидгарик, Голубенко. Подожди, ещё Демская, ещё Сатосова. И Валера Хаидгарик, Голубенко, и Леонид Сущенко. О чём говорить? О чём говорить? Это была просто... И режиссёр Черноморник. Да, был? Черноморник. Да. Вот сейчас нам подскажут, о чём говорит наш зритель, он у нас на дроте, я кажусь, на дроте. Слушаем. Добрый вам день! Будьте здоровы! Как я там по-одесски, будьте всегда здоровы! Спасибо. У меня вопрос к нашему любимому, любимому, и миллион раз любимому герою. А что у нас любимое, блин? Вот вы такой, ну скажи так, пухленький. Ну любите, наверное, жареную картошечку. А у меня одесское любимое блюдо. Что ты любишь покушать? Что вы любите? Ну, пойду дома, дома приеду. Я люблю, честно говорю. Спасибо, спасибо. Самое любимое, это отварная картошка в мундирах, селёдка или вообще, ну вот солёная рыба, ну не какая-нибудь там красная, я из рабочих. Я люблю селёдку или там копчушку какую-то, лук с маслечкой, уксусом, 150 обязательно, это иначе не еда. Вот тюльку может заменить всё это дело. И я ещё очень люблю какие-то солёности, мочёности после этого, с кусочком почаровка, это правильная еда. А 150 это единовременно или на весь обрет? Ну как вам не стыдно, мы же ещё не такие уж пожилые, чтобы растягивать. Ну, раз уж заговорили об этом, попросим и других героев нашей передачи высказаться в этом направлении. Я думаю, что я буду солидарен с Олегом. И это всё очень красиво. А если хорошие домашние пельменчики, которые сделаны дома, а не в магазине. Руками? Конечно. А со сметанкой или с маслом, с уксусом? Горчица, уксус, разное такое. Ну, не кетчуп, конечно. Саша, а можно и с бульоном. А я вспомню старую историю. Какое-то время назад мы очень много ездили по Германии. Ост-Вест-Гешетт, мода была перестройка, мода на всё красное. Нас в каждом маленьком городке в Германии встречали, разбирали как гастарбайтеров по домам. Вечером мы работали, для них спектакль, а потом нас ввели в ресторан. Ну, мы диковатые были ещё, но зато попробовали югославскую кухню, немецкую кухню, французскую. А с собой везли пючки в томате? Нет, мы ничего не везли, потому что мы могли ради того, чтобы выпить бокал настоящего пива, поехать туда на два дня самолётом. Так вот, в одном из городков нам говорят, вечером мы пойдём в итальянский ресторан. Мы такие, ну, итальянский, что мы не видели итальянских ресторанов. Нет, 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 нет. Это very italianischen specialität. Там не будет сальсы, пасты, пиццы, ничего там не будет. Вы такого ещё никогда не ели. Приводят нас в ресторан на столе синенькие, голубцы, икорка из баклажана. Вот практически вся одесская кухня. Очень запомнилась. Чисто итальянское заведение, да? Very italianischen specialität. Илья, а давай посмотрим частично фрагментик творческой продукции наших масок. «Ах, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-б АПЛОДИСМЕНТЫ 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 – Вот это все-таки давно дело было, да? Это же не последнее, не предпоследнее. – Нет, это один из свежих спектаклей. Это просто мы собрали в новой форме, так сказать, старый материал. Это «Моски в кубе». Этому спектаклю года два всего. – Ну, номера старые. – Номера старые, да. – Это ретро для масок. – Это типа избранные. – Да. – А вот, пожалуйста, Олег, вообще обращаюсь ко всем артистам, потому что люди присутствующие здесь, прежде всего художники, прежде всего артисты. Обычно человек говорит всегда о прошлом, каким дураком я был. Вот когда вы встречаетесь с какими-то началами своими, это особенно связано с телевидением, потому что вот пакостная штука, она вот впечатала и все. В спектакле ладно, ты сегодня что-то не так, завтра перетянешь, потом дожмешь на десятом спектакле, все. Здесь вот а-ля прима, раз и навсегда. – Но, как говорил Раневский, плохо сняться в кино, все равно же плюнуть в вечность. – Вот, это был плювок в вечность, да. Вот сейчас, когда вы обращаетесь к своим началам, как вы это оцениваете? Какими дураками были или, наоборот, это так трогательно и неповторимо? – Ну, у меня такое ощущение, что каким ты был, таким ты и остался. – Ну, у нас профессия такая, нам деваться некуда. Я дома, вот честно, не держу записи масок-шоу. – Так и телевизора вроде нет? – Да, и телевизора у меня нет, я особенно… – Сколько лет нет? – Да лет шесть. Ну, это не специально, я не то, что там выставил его, наказал. Просто он стал собирать пыль, я его перестал включать из-за интернета. В интернете все есть, все, что надо. А тут, как начинаются эти блоки по 40 минут рекламы. Зато, когда едем на гастроли, Мишу не даст соврать, мы всегда живем вместе. Первым делом я включаю телевизор, для меня все… – Ну, ты соскучился, конечно. – Вот видите, судьба телевидения, первая любовь, первая телевизорная любовь Одессы. Как студия телевидения, ну, на руках же носили. Вот, без малого миллионный город, двухмиллионная область, две области еще. И одна, наверное, Степановна… – Я помню, как она шла по улице. Ты что, гудела вся улица? Как это был рабочий день, середина дня. Дело в том, что они жили с Шуриком на Буниночке, с улицей называется, назывался Разруйцемург, спустя туда пониже. А я учился в 49-й школе. – А Шурик – это Александр Лидов, наш оператор. – Ну, конечно, конечно, выдающийся. Вот. И это было, я тебе скажу, в 97-м году я должен был уезжать с семьей из Абугор на ПМЖ. И Нелли, я пришел к ней в гости с женой с цветами и с шампанским, и с тортом посоветоваться. Нелли. Это было часа в 3, она мне назначила, на 15 часов. Ушли мы в 6 утра, съев суп с прикадельками. – В общем, тебе никуда не поехали. – Ну, вот, благодаря ей. – Она не сказала тебе, не знаю, о чем вы думаете, но ехать надо. – Нет, вот как раз наоборот. – Ехать не надо. – Зато я потом бывал у нее на Кудаме, там, где она живет. – Ну, сама все-таки отъехала слегка. – Я был потрясен, она меня позвала в гости, я пришел, она стоит и говорит, ну как, я тебе обалденная женщина. При этом мы сели к столу все одесское. Корейская морковка, тюлька, я ей все возил, вагон ходил. Помнишь, Берлин, Одесса? Прицепной вагон там, да? Вот, и все эти ребята, проводники ей все затаривали. – В Берлин? – В Берлин. – Да, я учился с ее сыном, архитектурным, с Олегом. И появились первые видеомагнитофоны, и мы ходили к Олегу смотреть видео, там, как сейчас помню. – Этот магнитофон тогда строил, как пол Волги, да? – Есть одна смешная история. Я в Японии, Миша, вот вспомнил Японию, в Японии на суточный купил, ну, с женой были, два видеомагнитофона GVC, и телевизор тоже GVC. Так вот, один из магнитофонов, видео, я продал за 7 тысяч рублей и на эти деньги сделал ремонт в однокомнатной квартире. А теперь шаг назад. – Это советский магнитофон был или иброй? – Нет, это GVC, купленный в Якугаме. Но я на этот магнитофон потратил 300 рублей. Рассказываю быстро. Мы купили пластинки, тогда Маккарт не выпустил, Бакен ЮССА, пластинки, которые были только в Советском Союзе. – Или снова в СССР. – Да, и что такое? – Она только выпускалась в Советском Союзе. – Я купил 15 пластинок, сильно переплатил по 20 рублей, то есть потратил 300 рублей, продал их одному американцу в Японии, на эти деньги купил видеомагнитофон, который продал за 7 тысяч. Вот это был гешефт. – Вот это бизнес. Мне бы такое в голову не пришло. – Да, но артисты они ведь мало соображают, как правило, в купе продают. – Абсолютно. – Не это смертельный нам. У меня это… – Другой профессион. – Не канат. – Удача такая была. – Я преклоняюсь. – Можно похвалиться какими-то достижениями? – Да, не здравствуй. Он самой молчит. – Мы когда были в Камбодже, в 88-м году… – Задисло же вас, слушай. – Было такое, мы были в Камбодже. И там рынок. И на рынке продается жвачка. Жесткая такая, ну, дубовая. – Откуда такие такие? – Для камбоджийцев. – Ну, блок стоил 1 доллар. Вот я купил там, по-моему, 50 блоков. На 50 долларов. Так? И потом, вот эти 50 блоков, толчок у нас был на староконке, я там продавал каждый блок, тогда доллар стоил 5 рублей, кажется, что-то в таком духе. А я продавал по 50 рублей. Подъем был в 10 раз. – Когда-то Георгий Андреевич Голубенко так рассказывал, что он из Америки приехал первый раз. И, говорит, на привозе бабка продавала у нас тут, в Одессе, курицу за доллар. И он говорит, ну, я подумал, что вот в Америке за доллар, такую курицу не купишь. Бабуси начали за доллары торговать. И все же, все же, все же, жанры у вас, вид, рот общий, сцена, подмозки, кулисы, актерская бродячая жизнь, цыгайся на богема. А жанры все-таки принципиально разные, потому что у тебя сила в слове, а они молчат всю жизнь, да? – Сейчас уже не молчат. – Ну, уже не молчат. – Они уже, знаешь, не могу молчать. – Как Глеб Полстой. – Да-да-да. – А, кстати, когда-то... – У нас школы разные. – Да, в эпоху Люсика Заславского, ну, я не помню, кто из вас, Барский, по-моему, был, а может, кто-то из вас. Группа такая была, которая участвовала в тюзи, в драматическом спектакле, но участвовала как пантомимиста, в черном, в этом трико. Девушка была у вас такая светленькая. Я сам эту пьесу сочинил, а ее там разыгрывали. Ну, это было очень давно. Это было 69-е в ЛКСМ. Это на 78-й год, да? – Ну, что так вот каждую халтуру помнят, понимаешь? – Почему же халтуру? Я кровью вен, это все, на разрыв аорты. Ну, хорошо, а ты тоже, наверное, едва забываешь какие-то вещи. – Я тебе скажу, что... Ты напрасно сказал, что драматический. А в театре решили, что я только не вытворял. Я вплоть до того, что танцевал классический балет Чайковского «Лебединое озеро». – Это у барыня, барыня танцевал, мы сейчас видели. – Ну, это уже в прикладах. – Камаринского мужика. – А там, понимаешь ли, действительно, это я делал... Вот один... Я в «Принцезик» фридер танцевал с профессиональной балериной, с поддержкой. Ты что, такой триумф в Америке имел, ты даже себе не представляешь. Я просто на себя в зеркало не смотрел, так бы я колынулся. А так я переодевался туда и сразу... Я думал, что я Васильев. Вот я был уверен в этом, понимаешь? – Немного не мало. – А, как раз я говорю, что же размениваться на каких-то балонченных. Васильеву и все. – А с Талией разменивало проблему? – С кем? – С Талией. – С Талией. – Какая-то... У меня никогда не было Талии. – Ну, у Васильева была? – Послушай, при чем тут это? Речь идет о ногах. Ноги у всех пока есть. – А, ладно. Кстати, о ногах. Вот сейчас, много лет спустя я решусь, опубликую. А вот Олег, может быть, и забыл, что он публично, при большом стечении народу, огромном даже, потому что была и Марина, получал вместе с этими балеринами из этого театра Шелье тумаки. Потому что мы придумали, я тогда был ведущим и Марины, мы придумали ограбление банка на Решельевской угол, Ревастовской там банк. Бегали, значит, там каскадеры воровали, крали и задерживали. А потом Черный Ворон, и оттуда выходил школьник. – Да, было. – Уже повязанный. – В шапке-ушанке. – А помнишь, у нас же был спектакль «Ивану Воробиновичу». – Да, да, да. Наручники и девочки все тоже были в шапках-ушанках, в ватнике, но были в трико на шпильках. Они все были повязаны так вот наручниками. И мы показывали, как доблестная милиция быстро все это разувлила. Но мы не учли одного. Репетировали там и без публики. А там стоит тысяч пять-восемь пьяных людей. И все выдыхают по чуть-чуть, да, а оно в сумме. Вот. И когда милиция оттеснила так, чтобы такую дорожку образовать, их вели, а их били. Толпа их вкрыла. А они же не могли защититься. Они связаны были наручниками друг с другом. Порвали чулки эти девочки. – Это надежно народная любовь. Нет. В этом смысле было еще круче. И значит, когда я только попал в Одесский театр музыкальной комедии после института, это был 77-й год, там возник детский спектакль под названием «Девочка, которая никогда не видела снега». Да, негритянская девочка на тропическом острове. У нее папа моторист на судне какого-то мерзавца мистера Свинка, которого кто играл, как ты думаешь? – Мерзавца? – Мерзавца, миллиардера. Судовладелец американского. – Нет, у нас таких артистов нет. – Это я играл, понимаешь ли. – Какой же у тебя зал? – И потом там два юнга, одним словом, что он сказать, 6 тысяч зал типового дворца спорта, набитого детьми, я, значит, просто в тоненьких штанишках и в маечке и в пробковом шлеме, правда, у нас погоня, я гонялся за этими юнгами, которые там целые истории, и все же знают, что я негодяй, и вот все, что у детей в карманах, все летело в мою бедную голову. А надо сказать, что тела достаточно много, промахнуться сложно, понимаешь. Я возвращался домой в синяках, но это вообще, это все равно, это говорит об этой сумасшедшей проклятой профессии. Если бы не кидали в меня ничего, значит, я плохой артист. – В Тюзе мне Володя жаловался, кто был в Володю Волкова, он потом уехал в Киев, он самый юный был заслуженный артист, он был секретарем комитетом Сомолочевым, он постоянно говорил, что… за эти шпульки из рога так стреляли шпульками пацаны из зала. это неприятно. – Она впивалась, боясь очень за глаза, а у него была каска, он не боялся. Сейчас зрители уже не стреляют, да, из рога так. Вам не доставалось из зала, ничего? – Сейчас я уже так скажу, что я уже не сказочный артист. – Нет, ну когда по классике яйца кидали, кидали яблоки. – Люди пытаются каждое яйцо сберечь. – Вот. Даже не очень свежая. – У нас есть номер такой, рыбалка, и там потом в финале идет погоня. Я жабой выскакиваю, забираю червяка, бегу по залу и по рядам. Пробегаю, конечно, бывает, что с меня срывают, бывает, что у меня, если дети сидят, они могут вцепиться вдвоем, втроем и висеть гроздями, просто это невозможно. Приходится их отпихивать и все начинают меня защищать. Бывает, что дети есть дети. – Но это сила искусства, они включаются, так сказать. – А просто если кто-то пройдет мимо, мимо них нельзя, хватит и все, мертвая хватка. – Тоже досталась. А говорят, что такая легкая профессия, а люди в красивых одеждах выпендриваются на сцене, получают все за это. – Я не она, все профессии сложные, но эта профессия, смотрите, ты не можешь сказать «Не нравится, не берите». – Да. – Ты не можешь сказать «Приходите завтра». – Да. – Ты не можешь сказать «Я сегодня занят, извините». – Да. – Ты не можешь сказать «Принесите справку о чувстве юмора» и так далее. Это такая очень зависимая профессия. – Черезвычайно зависимая история ты зависишь от всех служб в театре. То есть ты можешь быть выдающим, все театры, но тебе положили не тот реквизит, тебе не так осветили, тебе не так лицо намазали. – Вместо пудры и звездки. – Да, вместо того костюма, к которому ты привык, тебе принесли другие штаны и какие-то туфли на два размера меньше, потому что те куда-то пропали. Не выходишь быстренько, правильно? – Из Вольгра. – И вот будьте любезны, понимаешь, а то, что у тебя в личной жизни вообще никого не интересует. – Смейся билеты куплены и будьте здоровы. – Да, но ваша публика, ваш потребитель широкий, он заплатил деньги, значит, он на эту сумму все равно отсидит, как правило. – От звонка до звонка. – Да, а вот тут, вот как на телебачине, видите, он же сразу нажмет на кнопку и уйдет. Вот телевидение придумал великий русский советский изобретатель Зворыкин. Придумал телевизор, сам этот прибор. – На нашем приеме передатчик. – И вот это передатчик, да, передатчик, и он дожил почти до 100 лет. – В Америке. – В Америке, он потом приехал в Ленинград, еще был Ленинград, еще не было Ниссан, а потом даже Санкт-Петербург переименовали, и когда спросили, что самое хорошее, что вы сделали в этом телевизоре, он говорит, «Кнопка выключения». Это его слова. – Да, и тем не менее, все-таки приходится вам завидовать, потому что, во-первых, у вас контакт с аудиторией, вы чувствуете дыхание, вы можете в какой-то мере ориентироваться, потому что я вот не вижу даже оператора за камерой, свет очень мощный. Ориентации нет, приходится выдумывать какого-то среднестатистического зрителя и ориентироваться на него. – Но я тебе скажу, зато зрителей либо очень много, либо вовсе нет. – Бывает и так. – Понимаешь? – Но есть такая промированная американцами статистика социально-психологическая, самую плохую передачу или передачу, идущую в самое неудачное время, смотрят от 3 до 7 процентов среднестатистического зрителя. А у нас среднестатистический, это миллион в один и полтора в области. Если взять даже не 3 процента и не 7, а хотя бы 1, то это стадион. Вот. И достаточно. Другое дело… – Вот вам ответ на постоянный вопрос. А в театре это гораздо камернее, несмотря на тысячи дел. – Да? Вот. – Но в театре они все сидят, прилично одетые, сидят, даже те, кто уже побывали в буфете, сидят. – А дома сидишь, паришь ноги, а вон тут… – А дома как кто, понимаешь, там умный, глупый, за красных и за белых, там это и прочее, макнувший и репьющий, а ты должен понравиться – А в зале надо же еще сидеть так тихенько, ну культурно, а дома можно же разговаривать с ним. – Вот, кстати, перед тем, как проститься, нам две минутки еще дало, щедрот, режиссер, есть такое желание и насколько оно в душе стрима, понравиться всем? – Нет. – Я вот считаю, что все, чем мы занимаемся, мы занимаемся в первую очередь для себя. Если ты сам не получаешь удовольствие от того, что ты делаешь, тебе нечего транслировать. – Хочется? – Так оно и есть, конечно. – Всем понравиться хочется? – Нет. – Нет. – Так не получится. – Я не говорю, возможно или невозможно. Желание такое есть? – Не понравится, а сделать то, что тебе нравится и сделать это искренне. Вот если это искренне будет, тогда, может быть, оно понравится больше. – Тогда магия произойдет. У нас бывают тоже случаи, когда зрители в зале мало почему-то, и тогда мы собираемся в уголочек и говорим, пацаны, давайте сегодня для себя. – Ты знаешь, я когда-то страшно бесился, когда мало людей в зале. А потом я все-таки в плече в башку. – Они же не виноваты. – Вот, я говорю, эти же пришли, виноваты те, кто не пришел. Так вот, для них, будьте любезны, как для родной мамочки. Эту формулу, этот принцип ухватил хорошо Мулата Куджава, который, и давайте просимся ему, стихотворением, который говорил о поэте, но это касается любого художника. У поэта соперников нету, ни на улице, ни в судьбе. И когда он орет всему свету, это он не за вас, а себе. Руки тонкие к небу, возносит жизни, силы по капле губя, проклинает, прощения просит. Это он не за вас, за себя. Но когда догорит до предела, и душа отлетает, во тьму поле пройдено, сделано дело, вам решать, для чего и кому. То ли мед, то ли горькая чаша, то ли адский огонь, то ли храм. Все, что было его, нынче ваше. Все для вас. Посвящается вам. Счастливо. Счастливо.